Всем привет! С вами снова канал Училка Физкультуры в Эмиратах. Да, мы в Эмиратах и сегодня расскажу вам 5 преимуществ для учителей в Арабских Эмиратах. 5 преимуществ, почему здесь классно приехать на работу. Но опять-таки, это только мое мнение. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, согласны вы или не согласны. Отвечу вам обязательно. Итак, поехали! Итак, первое преимущество, как считаю я, работу учителя здесь ценят и уважают. Не-не, не надо думать, что как в Китае вам будут кланяться и говорить, да, мой учитель, и выполнять все. Не-не, детки здесь еще те. Но судя по приглашениям, судя по тому, сколько учителей здесь работают, судя по зарплате, которую мы здесь получаем и по всем-всем преимуществам, про которых я еще расскажу вам, поверьте мне, учителей здесь ценят. Как и врачей, в принципе. Ну, что мне могут предложить моей родной Украине, как учителю физкультуры? Вообще ничего. Вообще просто дикий ад и какую-то мизерную зарплату за довольно-таки нелегкую работу. Поэтому сразу вам говорю, учителей здесь уважают. Дальше. Второе. Зарплата. Конечно же, зарплата. А сейчас многие мне напишут, что мы работаем в Дубае, зарплаты не хватает. Ну, ребята, подождите. Во-первых, есть большая разница. Вы можете получать от 5 тысяч дирхам, можете получать до 20 тысяч дирхам. В зависимости от школы, может, вы работаете в колледже, может, вы работаете в университете, но вы подписались и согласились на эту зарплату. Значит, в тот момент вы были согласны. Вы были согласны приехать и работать за такую зарплату. Скажу сразу, мне моей зарплаты хватает, я очень довольна. В Украине мне не хватило бы денег, чтобы путешествовать и повидать такие страны, как... Я была на Бали, на острове Занзибар, в Гонконге, что очень недешево. Поверьте мне, я была неделю в Гонконге. Повидала Малайзию, Куала-Лумпур. Была повторно в таких странах, как Шри-Ланка и Таиланд. Нет, мне бы не хватило денег, если бы я работала учителем физкультуры в своей родной Украине. К сожалению, не хватило бы. Здесь я наслаждаюсь, я путешествую, ну, когда, конечно, ковид не наступил. Но мы все ждем, когда он закончится, и, наконец-то, мы снова начнем путешествовать и видеть мир. Ну, вот зарплата мне хватает, честно, чтобы вкусно покушать, одеться хорошо. В принципе, я могу зайти и купить себе любые кроссовки, которые я хочу, любые футболки, любые очки Tom Ford, которые я хочу, еще отложить деньги. Более того, я знаю лично людей, которые зарабатывают здесь деньги, уезжают, покупают квартиру, возвращаются в Украину. Они зарабатывают здесь деньги, покупают две или больше квартиры в Турции и сдают их. Квартира в Турции на море, ребята! Да, это возможно. Но, опять-таки, зарплата, это какая вас устроить? Вас устроит зарплата, чтобы каждый месяц столько вам хватало на питание, проживание, хорошее питание, проживание, кофе где-то в море. Вас это устраивает? Да, классно. Меня устраивает, когда еще откладываю какие-то деньги на путешествия. И, опять-таки, это мое мнение. Соглашайтесь, не соглашайтесь, пишите в комментах. Дальше, номер три. Страховка. Это очень важно. Здесь отдается всем работникам, врачам, учителям, инженерам, архитекторам. Не важно. Страховка отдается всем. Но кто бы мне дал страховку в Украине? По страховке, которая в Арабских Эмиратах, я много раз делала МРТ груди, много раз проверяла глаза на самых дорогих тренажерах, машинах, на самом дорогом оборудовании. Много раз это ничего мне не стоило бесплатно. Школа за все платит. Но это же круто. В Украине у меня такого бы не получилось. Страховка тоже имеет важный фактор. Так же, когда вы болеете, лекарства, которые вам предоставляют, вы оплачиваете всего лишь 5-10%. Лекарства здесь не дешевые, но вы их получаете практически за даром. Практически за даром. Много раз я болела, к сожалению. Предхватила даже воспаление легких, поскольку вышла из бассейна, не высушила голову. Была с детьми, спешила на дежурство. Но вот так случилось. Все полностью было оплачено. В больничной за лекарства, за дорогие лекарства заплатила копейки. Но об этом я рассказывала в моем видео «Преимущества работы» или «5 вещей, что вам может предложить работодатель». Кстати, посмотрите ее вверху по ссылочке. Дальше, номер 4. Каникулы, друзья мои, каникулы. Знаете, какие здесь каникулы? Во-первых, они все оплачиваемые, все. Сейчас зима. У меня три недели каникул оплачиваемые. Бывают иногда две недели каникулы. Это как решит наше министерство образования. Весной две недели каникул. Летом от шести до восьми недель каникул. Второе мое лето было четыре года назад. У меня было два месяца. Восемь недель оплачиваемых каникул дома. Это просто улет. Это просто класс. Представляете, просыпаетесь утром дома, через месяц. Вам приходит зарплата полностью. На вашу карточку вы думаете, как хорошо день начался. Соглашайтесь, это точно лайк. Вот преимущество каникулы, да. Был у меня коллега, он перешел работать к нам в школу, с тренажерного зала и сказал, ни за что не променяете переработу в школе. В тренажерном зале всего это дается 24-28 дней. Как там, договоритесь, как подпишите контракт. А здесь каникулы просто, просто шикарные. Шикарные оплачиваемые каникулы. И пятое. Последнее преимущество работы в Арабских Эмиратах. Многие используют Арабские Эмираты как такой промежуточный интервал. Такой маленький старт, чтобы рвануть уже дальше в другие страны. В Америку, в Канаду. Многие мои коллеги так делали. Приезжали в Эмираты, немножко зарабатывали денег. Подучили английский и уехали. Кто в Америку, кто в Канаду. Эмираты, да, это такая хорошая проверка, сможешь ты или не сможешь. В Эмиратах вы никогда не получите ПМЖ, потому что вам придется только выйти замуж. И то не факт. Но об этом уже в другой истории. Но Эмираты действительно покажут, сможете ли вы адаптироваться вдали от дома. Помогут вам, что важно, выучить английский, который нужен как раз, конечно же, в Америке и в Канаде. И помогут вам понять, сможете ли вы взять бюджет и уехать. Или у вас вообще ничего не сохраняется, потому что вы все тратите, потому что у вас контракт слабенький. Опять-таки, несколько лайфхаков. Лайфхака, вы можете переподписать контракт, можете попросить добавочку, можете поменять работу. Опять-таки, сейчас времена ковида, поэтому сейчас все так тонко и зыбко и непонятно. Но в принципе, в Эмиратах найти что-то лучшее, это не сложно. Нужно подавать резюмешки, каждый день искать, каждый день верить, общаться с людьми, находить васту. Васта – это такой человек, который помогает вам устроиться на другую работу и решить проблему. Ну как, типа, хум. Вот, называется Васта. Просто искать знакомства, находить все лучшее, что я вам желаю. Канал Училков физкультуры в Эмиратах желает вам просто найти свое место в этом большом мире. Свою страну или остаться в вашей стране, ну чтобы вам там было хорошо. Все у нас получится. В общем, ставим лайк, подписываемся. Всего вам доброго.